Если маленький ребёнок бьётся в истерике, когда ему что-то не дают, то это означает, что, во-первых, его неправильно воспитывают, во-вторых, это неправильное внутреннее состояние родителей. Что такое истерика? Это желание во что бы то ни стало реализовать своё желание. То есть, это автология, но когда ребёнок хочет и не может сдержать свои желания, тогда он бьётся в истерике и прочее. Что такое неумение сдержать своё желание? Это рабство инстинктов. Это может быть и ревность, и гордыня. От родителей, от дедов и бабок пришло рабство инстинктов. Значит, наверное, когда были унижены, значит, во-первых, когда были унижены родители, так сказать, и деды и бабки не могли сдержать, не принять этого унижения. Во-вторых, у них, наверное, нет практики, так сказать, сдерживания своих желаний. Если женщина слишком похотливая, если она не может нравственными аспектами сдержать свою похотливость, идёт на измены и так далее, её дети будут, и тенденция к наркотикам будет очень сильная, и ревность бешеная, и распад семей будут, и от сладкого не смогут отказаться, и от выпивки не смогут отказаться. Почему? Потому что поклонение инстинкту у детей развивается так, что становится непреодолимым. В любое ущемление ребёнок бьётся в истерике. Это будущий преступник. Кто такой преступник? Тот, кто не может сдержать свой инстинкт. Он разбивает витрину, берёт, увидел красивую женщину и изнасиловал. Вот преступник. Если ребёнок не может сдерживать свои инстинкты, это будущий преступник, это будущий больной человек, это будущий человек с отсутствием семьи, с больными детьми. Значит, первое, нужно потихонечку его приучать к сдерживанию своих желаний. Нужно говорить, да, хорошо, ты, так сказать, это получишь, но подожди немножко, сначала чуть-чуть, потому что нельзя сразу, вот нет и всё. Хотя есть критические ситуации. Я говорил с парнем, я в книжке описал, он заходился в детстве, когда что-то ему не давали, заходился так и кричал, что синел и чуть ли не умер пару раз. А обходили врачи всех врачей, обходили родителей. Никто ничего не смог помочь. И один старый врач, который, так сказать, не с деревянной головой, а именно человек опытный и мудрый, он сказал, когда ребёнок зайдётся до синевы, подбегайте, бейте за всех сил ремнём. От колошматили со всех сил, один раз, всё, больше не заходился. Так вот, мягко или сначала мягко, а потом и жёстко, но ребёнка нужно учить подчиняться родителям. Почитать родителей – это и есть умение сдержать инстинкты, когда родитель говорит. Не превращаться в раба, когда любое желание. Ребёнок должен сохранять свои желания, родитель не должен запрессовывать. Но определённые моменты элементарной этики и сдерживания желаний у ребёнка нужно воспитывать, иначе это в дальнейшем ребёнок, который, так сказать, вот так себя будет вести – это тяжелобольной человек или преступник.